во имя отца и сына и святого духа аминь сегодня 16 января 2016 года я пащенко владимир александрович хочу разобрать тему одну называется о клятве почему именно эту тему я захотел разъяснить душа я долго молился об этом и господь мне положил на сердце чтобы истины его западе его святые воссияли чтоб люди которые не знают того что иногда закрывает свет христов вот люди которые не знающие бога которые не молятся ему а делают только вид господь меня побудил сделать это так что прошу тех кто будет смотреть этот видеоролик по прежде чем о чем-то судить помолитесь господу богу искренне от чистого сердца чтобы господь и вам открыл это ибо это делаю я искренне как господь повелел слово божье говорит так в начале было слово и слова было у бога и слова было бог то есть евангелие от яна 1 глав 1 стих евангелист и я говорю что в начале было слово то есть через слово господь сотворил всю вселенную через слово он дал дыхание жизни человеку сотворила человека подобно по образу и подобию своему также животных и все все что наполняет нашу землю но кроме этого господь нам еще дал также свои святые заповеди после того как была нарушена заповедь в раю господь дал дальнейшем 10 основных заповедей и включающие последние второзакония вот и чтобы понять как же это все происходит именно мы должны посмотреть в слово божие именно священное писание которое дух святой изрек а что он говорит вот мы откроем например ветхий завет и иисус новин первая глава 8 стих говорит так да не отходит себя книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять 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 все что в ней написано тогда ты будешь успешен путях твоих и будешь поступать благоразумно то есть не отходит себя закона книга закон от уст твоих то есть получается постоянно нужно в этом даже нам говорит царь давид сто восемнадцатом псалме которые я псалом называю псалом любви к слову божьему то здесь для человека который познал бога рожден от него это сладостные строки читать я когда уверовал в 2007 году поставил за правило каждое утро после молитвы читать этот псалом сто восемнадцатый постоянно каждый день прочитывал чтоб слова божия отражалась во мне чтобы она заговорила чтобы она была жива и действенна как сказано к евреям 4 главе 12 стихе и вот здесь садовид говорит так сто восемнадцатый псалом одиннадцатый стих в сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить перед тобою то есть слово божие должно быть в сердце у нас чтобы дух святой нас не оставлял но посещал нас вразумлял нас наставлял нас и обличал нас наставил нас наставлял нас на всякую правду так же к чему я все это привожу что очень серьезно надо отнестись к слову божьему потому что эта книга которая будет нас судить в последний день господь говорит евангелие от яна 12 глава 48 стих отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорю оно будет судить его в последний день вот так же пророк и сая говорит 66 главе во втором стихе господь так говорит ибо все это садила у рука моя и все сие было говорит господь а вот на кого я призрю на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего перед словом моим то есть трепетать перед словом господем так говорит господь начинали пророки и сразу все умолкали кто бы то ни был простолюдин царь или животные вся тварь замолкала потому что так говорит господь вселенной и вот прочитаю матфея 5 глава с 33 стиха по 37 стих еще слышали вы что сказано древним не приступая к клятвы но исполнять пред господом клятвы твоей твои а я говорю вам не клянись вовсе не небом потому что она престол божий не землею потому что она под ноженок его не иерусалимом потому что он город великого царя не головой твой не клянись потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным ну да будет слово ваше да да нет нет а что сверх этого тот лукавого так как я нахожусь в православной церкви христос и церковь это единое целое это написано что слово божие мы должны прочитав к этому еще применяем толкование святых отцов которым господь поставил в церкви учителями которым духом святым своим дал понятие то есть более открыто расширено понятно раскрыть для людей если они в чем-то не дай понимать то есть как бы в наше время поближе делает и вот у нас сказано 1 коринфянам 12 глава с 28 по 30 стих и иных бог поставил церкви во первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями вот на это сегодняшние именно учителя кто в православной церкви учителя которые истолковали священное писание и почему они не это сделали у пророка не имея 8 главе 8 стихе сказано так и читали из книги закона божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное но все это мы должны сравнить именно то есть бывают люди ссылаются на таких-то святых что они говорили на прямо клятвы что можно клясться и приводит и также другие места писания праве из ветхого завета доказывать что можно клясться на основании вот которых я святых отцов прочитаю толкователи именно известных православной церкви они все пояснят то есть я буду не на своих словах опираться например у пророка исаи 8 главе в двадцатом стихе сказал это обращающих закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света то есть все что человек когда горит мне было откровение или ставится в закон мы все это должны сравнивать со словом божиим со святой библией если они не горят как это слово то нет них света да и апостола павел об этом говорил что она форма тем даже если будут это говорить ангел или мы где-то будем изменим то что мы раньше благовествовали будем другое благословение будет и нам анафема вот и прочитаю толкование блаженного филакта вот эти слова господни матфей 5 глаз 33 по 37 стих он говорит так так как иудеи слышали бога говорящего небо престол мой земля же под ноженок моих то и клялись этими предметами но господь запрещая им это не говорит так как небо прекрасно и огромно а земля полезно поэтому не клянись но не клянись этими предметами потому что небо трон божий земля же под но же чтобы не дать повода кидало поклонству ибо стихии со стороны клянущихся ими признавались за большинства что прежде и было один только бог клянется самим собою как независящий ни от кого а мы не имеем власти над собою как же мы можем клясться своей головою мы достояние другого ибо если голова твоя если ибо если голова твоя собственность то измени если можешь один волос чтобы ты не сказал но как мне поверят он говорит поверят если всегда будешь говорить правду и никогда не станешь крест клясться ибо никто так не теряет доверия как тот кто тотчас клянется клятва кроме да и нет излишне и есть дело дьявола но ты спросишь разве закон моисеев повелевал клясться был худ то есть когда люди ссылаются на ветхий завет узнай что в то время клятва не составляла худого дела но после христа она дело худое подобно тому как обрезываться и вообще и удействовать ведь и сосать грудь прилично младенцу но неприлично мужу своей нагорной проповеди господь в пятой главе он когда объясняет заповеди господней своей он говорит что в дальнейшем заканчивая что будьте совершенны как отец совершен то есть господь нас призывает к совершенству то есть перечисляя например заповедь не убей а господь говорит гневащина брата свое напрасно есть человека убийца у этого верил гриста яна уже сказано послание там напрасно сказано вот и это же например не прелюбодействие господь говорится всякий кто смотрит на женщину с ним уже прелюбодействовал в сердце своем вот дальше еще прочитаем что об этом вот я еще тоже выбрал не только блаженного филакта но и выбрал и она златоуста известного в православной церкви толкователе священного писания он говорит во втором томе первая книга золу заголовок а слова огласительные то есть его поучение так называется слово первое кавычки открыты но чтобы говоря вам сегодня обо всем вдруг не обременить ваша ума мы предложим вам сперва один закон хранить себя от клятв предупреждая что если вы не будете избегать клятв то есть не только клятва преступлений но если не будете избегать и клятв произносимых при делах справедливых тому то мы не будем говорить вам более никаком другом предмете нелепо было бы если бы в то время как учители грамоты не преподают детям другого урока пока не увидят что первый хорошо запечатлен в их памяти мы стали преподавать дальнейшие тем которые не могут с точностью пересказать прежнее учение это значило бы нечто и иное как лить воду в дырявую бочку и так чтобы вам не заградить наших уст приложите великую ревность к этому предмету подлинно тяжек этот грех и весьма тяжек он весьма тяжек потому что не кажется тяжким потому я не боюсь его что никто не боится его потому эта болезнь и неизлечимо что она не считается болезнью как простой разговор не есть вина таки это не представляется виной но с великой дерзостью совершается это беззаконие если кто станет осуждать то поднимается тотчас смех и множество насмешек не над теми которые осуждаются за клятву она теми которые стараются исправить это зло потому-то я и веду продолжительную речь об этом что хочу истурнуть глубокий корень и уничтожить долговременное зло разумею не только клятва преступления но и самые справедливые клятвы но такой-то скажет человек хороший имеющий сан священство живет весьма целомудренно и благочестиво однако клянется не говори мне об этом хорошим воздержанном благочестивом и имеющих имеющим сан священство но если хочешь пусть это будет петр или павел или ангел не сшедший с неба я это да не посмотрю на достоинство лица потому что я читаю закон о клятве не рабский но царский а когда читается царский указ тогда должно умолкнуть всякое достоинство рабов если ты можешь утверждать что христос повелел клясться или что христос не наказывает за это докажи и я покорюсь если же он с такой ревностью запрещает это и оказывает такую попечительность об этом предмете что ставит клянущийся наравне с лукавом а что сверх этого тот лукавом говорит он матфея 5 глава 37 стих то для чего ты представляешь мне такого-то и такого-то бог произнес приговор над тобой основываясь не на небрежности подобных тебе рабов а на предписание своих законов я повелел скажет он и нужно было повиноваться они ссылаться на такого-то и не заниматься чужими грехами это получение продолжительное но советую послушать очень внимательно если великий давид впал в чашки грех то скажи мне неужели это поэтому для нас безопасно грешить посему нужно остерегаться этого и соревновать только добродетели святых а где нерадение и преступление закона оттуда нужно убегать с великим чанием так как мы имеем дело не с подобными себе рабами а с владыкой и ему мы дадим отчет во всем что сделали во время жизни на то 2 коринфянам 5 глава 10 стих господь наш иисус христос сказано апостола павла что ибо всем нам должно явиться предсудилище христов чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое и так будем готовиться к тому суду как бы не был удивителен и велик тот кто нарушает этот закон он непременно получит наказание назначены за преступление потому что бог не лицеприятен как же и каким образом можно избежать этого греха то есть златоуст когда преподавал учения он не только говорил что надо исполнять заповеди господи но и как избежать этого зла когда ты их нарушаешь то есть из как исправиться нужно не только показать как тяжик грех но и дать совет как избежать его ты имеешь жену имеешь слугу имеешь детей и друга и родственника и соседа всеми поручи охранять тебя в этом отношении привычка дело важное трудно отстать от нее и уберечься она часто сбивает нас против нашей воли и нашего сознания и так чем более ты знаешь силу привычки тем более старайся освободиться от худой привычки и проезжай себя к другой полезную полезнейший как теперь худая привычка часто может увлекать тебя несмотря на твое старание опасение осторожность заботливость так тогда когда ты приучишь себя добр привычки не клясться ты никогда не допущи себя впасть в грех клятвы несмотря даже на свое желание и небрежность привычка поистине великое дело она имеет силу природы посему чтобы не трудиться непрестанно приобретем себе другую привычку у каждого из живущих и обращающихся с тобою проси милости чтобы он советовал и увещевал тебя избегать клятв и обличал тебя когда ты окажешься виновным в этом делаемое или тебе предостарежение послужит и для них советом и побуждением к такой же добродетели так как осуждающий другого за клятвы не скоро сам впадет в эту пропасть а частые клятвы немалая пропасть не только тогда когда они касаются предметов маловажных но и тогда когда касается предметов весьма важных мы же и покупая овощи и споря о двух обалах и гниваясь на слуг и угрожая им во всем призываем свидетелей бога по таким предметам ты не посмеешь на торжеще призвать свидетелей и человека свободного облеченного каким-нибудь обыкновенным саном если же решишься то подвергнешься наказанию за обиду а царя небесного и владыку ангелов ты влечешь свидетельство в разговоре и о торговле и о деньгах и о других мелочах возможно ли терпеть это каким же образом мы можем освободиться от этой худой привычки обставим себя теми стражами о которых я сказал назначим себе определенное время для исполнения исправления и положим наказание если по прошествии этого времени не исправимся а сколько времени достаточно будет нам для этого я не думаю чтобы людям весьма трезвенным бдительным и неусыпно пекущимся о своей о своем спасении нужно было бы 10 дней для совершенного оставления худой привычки клясться если же мы и после 10 дней будем замечены в клятве то наложим на себя наказание и назначим величайшее возмездие и пень за преступление какое же наказание этого я не определяю но представляю вам самим власть приговора так будем поступать самими собой не только в отношении к клятвам но и в отношении к другим проступкам будем назначать себе время для текущих наказаний если тогда допустим эти проступки чтобы нам прийти чистыми к нашему владыке избавиться от огня гиенского и с дерзновением предстать перед престолом христовым чего да сподобимся всем и благодатью и человеколюбием господа нашего иисуса христа с которым отцу со святым духом слава во веки веков аминь вот это одно из получений у златоуста который он запрещает клясться лучше так сказал господь вот так же я хочу другие его получения но тут они более короче прочитать их вот еще место писания это апостол яков 5 глава 12 стих прежде всего братья мои не клянитесь не небом не землею никакую другую клятвую но да будет у вас да да и нет нет дабы вам не подпасть осуждению толкование блаженов и филакта на эти слова пусть свидетельство вашей жизни будет тверже клятвы если кто-нибудь бесстыдный не уважая вашей жизни настоятельно будет требовать от вас клятвы то вместо клятва пусть будет у вас да да и нет нет клясться богом апостол запрещает во избежание клятва преступления а небом и прочими предметами для того чтобы им не усвоить чести божеской ибо все клянущиеся клянуться высшим евреям 6 глава 16 стих но скажет иной что делать если иного принуждает клясться отвечаем страх божий сильнее насилия принуждающего то есть у царя соломона в 1 главе 7 стихе сказано начало мудрости страх господин даже у кресиаста сказано выслушаем сущность его бося бога и заповеди его соблюдают потому что в этом все для человека для 12 13 вот даже у златоуста на основании всех его 12 томов очень много поучения клятвы я выбрал только некоторые потому что если кто интересуется этим этим вопросом может вникнуть в это хотя как господь сказал не клясться мы только должны сказать да и аминь все и должны исполнять но так как ради немощи тех людей которые авторитет иногда человечески выше авторитета божия слова бог господня привожу вот эти места учителей церкви например златоуста же призывает своих прихожан сейчас получение которое вам прочитаю чтобы они изгнали эту клятву когда было в первоапостольской церкви когда первый раз начали называться в антиохи христианами потому что он в то время находился там чтобы они были точно также какие были первыми когда назывались христиан тоже и что его прихожане были первыми которые изгнали бы привычку клятся из этого города иоанн златоуст том 2 книга 1 беседа о статуях 14 беседа сераха 23 глава 10 стих ибо как раб постоянно подвергающийся наказанию не избавляется от ран так и клянущийся непрестанно именем святого не очиститься от греха дальше златоуст продолжает невозможно невозможно чтобы уста превыше клясса не нарушали часто клятвы поэтому молю всех изринуть из души эту гибельную и злую привычку и украситься иным венцом и как везде поют о нашем городе что он первый всех во вселенной украсился именем христиан так дайте всем говорить что антиохия одна между всеми городами во вселенной изгнала клятвы из своих пределов кроме того если это случится она не только сама увенчается но и в других городах возбудит ревность к тому же и как имя христиан начавшись от сели как и из некого источника распространилась по всей вселенной такие это доброе дело получив здесь корень и начало сделать вашими учениками всех людей населяющих землю так что будет вам двойная и тройная награда и за собственные добрые дела из-за научения других не нравится не имя был пророк в 13 главе там описывается что он когда делал дела божие полный развод потом устроил в храме там очищал комнаты а все что туда нанесли то есть также запрещал в субботу чтобы никого не торговали даже в ворот именно города чтоб не сидели то есть настолько был рей после каждого дела котом совершал во славу божию ревнуя по западе божием он говорил господи помяни мне это все то есть здесь златоуст точно также об этом говорит также в другом месте говорит я златоуст другом месте это уже в том 2 книга 1 беседа 15 о статуях не так поражает меч как клятва не так убивает меч как удар клятвой поклявшийся хоть и кажется живым получил уже рану и умер как взявши веревку еще прежде нежели выйдет из города и придет пропасти и увидит перед собой палача уже умирает при самом выходе из двери судилища так тоже бывает и с клянущимися будем размышлять об этом и не станем принуждать братьев клятве что ты делаешь человек заставляешь клясться перед священную трапезу и там где лежит христос заклоны заколаешь брата своего разбойники убивают на дорогах а ты убиваешь сына пред лицом матери и совершаешь убийство преступнее каянова тот умертвил своего брата в пустыне и временную смертью а ты наносишь брату смерть среди церкви и смерть вечную уже ли для того устроена над на церковь чтобы нам креста устроена церковь чтобы нам краса нет для того чтобы молиться уже ли для того стоит 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 трапезу чтобы мы заставляли других клясться Нет, для того стоит она, чтобы разрешили мы грехи, а не вязали. Но если ты не стыдишься ничего другого, так постыдись этой самой книге, которую подаешь для клятвы. Раскрой Евангелие, которое, держа в руках, заставляешь ты другого клясться. И, услышав, что Христос говорит там о клятвах, вострепещи и удержись. Что же он говорит там? Матфея 5 глава, 34 стих. А я говорю вам, не клянись вовсе. А ты этот закон, запрещающий клятву, делаешь клятвою. О дерзость, о безумие! Ты делаешь то же, как если бы кто самого законодателя, воспрещающего убийства, заставил бы быть помощником в убийстве. Не так стянаю и плачу, и содрогаясь, когда вижу, что кто-нибудь подходит к этой трапезе, полагает на нее руки, прикасаться к Евангелию и клянется. Какие страшные слова Иоанн Златовос говорит об этом, разъясняя заповеди Господни. Так и убоимся мы Господа Бога нашего. В Откровении 20 главе, в 11-12 стихе, сказано, Что я увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им места. Я увидел и мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты, и иная книга раскрыта, которая из книги жизни. И судимы были мертвы по написанным в книгах, сообразно с делами своими. Так же, я хочу привести других святых отцов, которые говорили о клятве, запрещая это, безумие, беззаконие, которое творится даже в нынешнее наше время, в церкви нашей православной. Василий Великий, клятва вообще запрещается, тем более достойно осуждения клятва, данная в злом деле. Ефрем Сирин, соглашайся лучше понести ущерб, нежели дать клятву. Так же, в другом месте Ефрем Сирин говорил, никто из вас да не клянется именем Всевышнего Бога, потому что в уста сотворенных для словословия Божия не должна входить клятва. Это вы можете прочитать, есть собрание всех святых отцов, в интернете можно это все найти. Григорий Богослов, весьма худо и давать клятву, и требовать ее, в обоих случаях оскорбляешь правду. Григорий Богослов, избегай всякой клятвы, но чем же уверишь других? Словом и жизнью, удостоверяющие в слове. Преподобный Исидор Пелосиот. Не клясться значит и не требовать клятвы, ибо если не хочешь сам клясться, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошаемый или стоит в истине, или напротив того лжет. Если человек обычно стоять в истине, то без сомнения и до клятвы говорит он истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись. И так, по той и по другой причине не надлежит требовать клятвы. Преподобный Нил Синайский говорит. Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. Посему избегай того, чтобы клясться, и несправедливо, и справедливо. Да убоимся мы Бога, ибо мы все представим на суд Божий, каждый даст отчем сам за себя. Господь наш Иисус Христос призывает нас, он говорит в Евангелии от Иоанна 5 глава 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Аминь. Аминь.